Приветище! Это Зельда Слезы Королевства, и мы продолжаем покорять и крафтить в этом прекрасном мире. Давай я тебе кратенько покажу, чему мы научились в прошлой серии. Я беру две вот такие вот палки, я их сейчас выбрасываю, одну и вторую, и объединю их. То есть при помощи способности комбики NES я могу сделать следующее, если оно, конечно, получится. Я еще ранее это не делал. Да, 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 смотри, из одной палки сделать мега крутую большую палку. Вот, я их объединил, вот такая штука получилась. Также мы получили способность соединять любые найденные вещи с оружием. Для этого нам нужна способность чаромонтаж. То есть мы берем вот этот камень, вот этот камень, и соединяем его с палкой. И у меня получается мега дубина. Если она раньше наносила 4 урона, то теперь она наносит у меня 5 дамага. И мы ломаем вот эту стенку. Давай. Теперь все стенки будут сломаны, елки-палки. Кстати, мне вот интересно, я могу прикрепить, допустим, при помощи чаромонтажа? Обалдеть, я парус прикрепил. О, я новый вид оружия получил. Смотри, я ветер теперь могу пускать. Так, что у меня там еще есть? Вот, толстая палка. Давай мы ее тоже зачаруем, например, вот этим вот бревном. Бревно хочу. Ого-го-го, вот это да. Мощь. А теперь спускаемся в вот эту пещеру, где мы видели возможность пробомбиться. И ломаем все это дело. А, нет. Деревянная палка нам не поможет, нам нужно взять камень. Вот это другое дело. Все, мы теперь спокойно здесь можем пройти. И куда же мы вышли? Я вижу сундук. Водопад красивый. Ну вот, мы прошли вот этот водопад. Как-то очень быстро куда-то вышли. А, и вышли мы на ту сторону. Мы сейчас этих слаймиков просто сдуем. Вот так вот их сдули в воду. А ну идите, купнитесь. Вот и все. На изи. И забираем от этого все. Мне также в комментариях сказали, чтобы разобрать мое оружие, которое я зачаровал, да, объединил. Необходимо просто-напросто зайти в инвентарь, выбрать его. И вот тут вот можно демонтировать. То есть камень убрался, но палка осталась. И это очень хорошо. Ну что, ребята, отведайте мои мега-дубинки. Ну, в принципе, тоже на изи. Есть еще одна идейка. Хочу сейчас срубить два дерева. Объединить два бревна. И попробовать двойное бревно прикрепить к моему оружию. То есть я беру вот так вот скрепляю его. Можно даже криво сделать, в принципе, почему. А, но все равно ровненько встает. Теперь беру дубину. Вот эту вот дубину. И чаромонтаж. Ага, не получится так, слушай. Не проканает. Ну вот. А вот ветку можно прикрепить. Ну давай хотя бы ветку прикрепим, что бы нет. Вот такая дубина у меня теперь с веткой. О, еще. О, тут топор и слезнюки. Сейчас надаем им веткой. Ветка отломилась. Недолго она прослужила. У нас же еще появились вот такие вот штучки на поясе. В виде батареек. И в прошлый раз робот сказал, что если ты хочешь узнать, что это и для чего нужно, иди вон в ту пещеру. Ну, собственно, мы туда сейчас и пойдем. О, смотри, роботы дерутся со слезняком. С двумя. Так, может тут посидеть, пожевать грибы, посмотреть поединок. Пищи и зрелищи. Что, кто кого. Давайте уже размотайте друг друга там. Е-е-е. А теперь я иду на добивание. Лови. Минус один. Ой, меня задели. Смотри, какая у меня крутая щитовая броня с камнем. Кстати, вот у тебя отличная палка. Надо бы ее забрать. Потом на нее что-нибудь прикреплю. Дельное. Вот, например, берем палку. В комментариях мне еще просили попробовать объединить оружие с рогом голема. Нечистое, смотри, какое копье получил. Ну, что, я теперь с копьем вообще бесстрашный. Пойдем попробуем вот над этим чуваком провести опыты. Он, кстати, с крутой палкой-махалкой сигналку врубил. Готов. Быстро мы с ним. Ну, палку махал. О, еще один прибежал. И он третий. У него палка горит. Так. Надо бы с ним поаккуратнее быть. Давай мы в него метнем эту палку. Вот так. Ой, она сломалась. Ну вот. Ты еще тут все поджег. Блин, ну, блин, блин, блин. Он камень берет. А у меня оружия нету. Сейчас я возьму что-нибудь вот такое вот. Бревна бита. На тебе. Все, он сдох. Быстренько. Щиток забираем. Потому что щитов у меня маловато. Это тоже забираем пригодится. Все пригодится. У меня палка подожглась. Убери ее срочно. О, сундучок. А тут у нас еще и кухня есть. Давай что-нибудь приготовим. Например, блюдо, которое восстанавливает нам энергию. Надеюсь, выйдет что-нибудь годное. Я кинул туда желтое яблоко еще. Ну-ка, ню-ка, ню-ка. Во! Бодрящие фрукты на пару. Теперь изготовлю грибное рагу. Тоже должно восстанавливать выносливость. Посмотрим, что в этом сундуке у нас. Големорезка. Это почти такая же палка, как у меня была. Давай-ка мы ее сейчас найдем. Во! Классная штука на самом-то деле. А, не. Это маленький ножичек. Давай, кстати, попробуем сделать кирку. Я сейчас возьму урок один. Выкину его сюда. Теперь берем вот эту палку. И объединяем. А, получился такой же ножичек на елке. Ну ладно. Теперь идем в эту пещеру. Найдем там других роботов, которые расскажут, для чего нам батарейки. Открытие. Припрудная пещера. А это что у нас тут такое? Семечка фонариса. От удара тут же прорастает, распускается и немного светится. Возьмем полезная штука в пещере, между прочим. Своего рода нам факел даже не нужен. О! Факел не нужен будет с этими семечками. Разобрались. По-тихому. Кстати, насчет глаз. Глаз скуса. Можно сварить зелье или прикрепить к стреле, чтобы она наводилась на цель. Это что, получится автоприцеливание, что ли? Крыло куса, чтобы увеличить дальность их полета. Можно прикрепить к метательному оружию и увеличить дальность метания. Так, я вижу тут руду. Берем нашу кирку. Что у нас тут? Каменная соль. В таком виде несъедобная. А, ну просто универсальная приправа, это ясно. Ломается с первого удара. Кремень, чтобы разжигать костер. Все ясно. Так ты. О, паники. Это что такое там? Какая-то жаба интересная. Она дружелюбная или как? Так, пойдем посмотрим. Эй, жаба. Пузыри пускаешь. Что эти пузыри делали? Ага, пузыри-то враждебные. То есть и жаба сама тоже враждебная. На. Как насчет самонаводящихся стрел? Где там глаза? Нам говорили про глаза? Вот, у меня есть глаза. Давай я стрельну туда. Прикол. И что, жаба лопнула? А нет, она еще живая. Так. Хочу еще что-нибудь прикрепить. Минутку. Дай-ка я еще прикреплю один глаз. Что с жабой? А, тихо, тихо, тихо. Блин, убежала эта штука. Эх. Эх, эх. А ну, отошли от меня, крысы. Мыши. Короче, убежал зайчик. Крутой зайчик, но оставил вот такой вот рупий. Дар пещерной пипы. Загадочный кристалл оставленной пещеры. А, ее, то есть, вот эту жабу зовут пещерной пипа. Слегка светится синим. Если долго на него смотреть, захочется найти побольше таких же блестяшек. Ну, как бы, логично. Все блестящее нас приманивает. Чудо-семечко фонариса. Ну, то есть, это такой же фонарис, только побольше. Глаза забираем. Очень классная штука. Самонаводящиеся стрелы. Реально дельная вещица. Из-за угла откуда-нибудь стрелять будет годно. Еще руда. Разбиваем. И тут можно стенку сломать. Кстати, мне интересно, если я кремень прикреплю к оружию, он будет разводить огонь? По кому-нибудь ударил, он загорелся. Было бы прикольно. Ой, меч, все, ему хана. Сейчас будет все. Мечу хана. Рубин нашли. Он всего лишь предмет торговли, поэтому ничего сверхъестественного в рубине нету. Так, давай, короче, возьмем палку и возьмем кремний. Вот камень есть. Давай по нему ударим. Посмотрим, искры полетят. Нет? Нет, ничего не летит. Просто как бы... Хотя вот что-то летит, слушай. Какие-то искорки есть. Надеюсь, я сейчас кого-нибудь найду и опробую свое новое оружие. Вот, кстати, сундучок. Старая, короткая тога. Я теперь прикрою свой пупок. Надеваем. Все уже поприличнее одет. А вот и выход из пещеры. И тут очень много роботов. А это кто? А, это Рауру тут сидит. Видимо, выжидает меня. Ну, сейчас. Я тут все сломаю. Кремний очень быстро отлетел. Поэтому делать с ним оружие как-то не очень круто. Что ты тут делаешь? Первыми нашими творениями были големы дворецкие. А уже потом мы создали остальных големов для самых разнообразных видов работ. Големов-поваров, големов-плотников. Великое множество разновидностей. Однажды они накопили даже больше знаний, чем мы сами. И смогли учить нас новым вещам. Советую тебе с ними побеседовать. Думаю, они смогут и тебя многому научить. Ладно. Привет. Плоты для транспортировки сильно повреждены. Я не уверен, что мы сможем их отремонтировать. Это проблема. Ладно, это голем-плотник. А ты кто? Еще один плотник. Плоты сломались. В этом случае механизмы Заная бесполезны. Что за механизмы Заная? Давай, расскажи. Да, механизмы Заная основной инструмент в нашей работе. Вы не знаете о них? Нет. Я бы не спрашивал. В этой местности без них не обойтись. Поэтому нужно уметь обращаться с ними. Извините, мне нужно сосредоточиться. Я должен понять, что делать дальше. Поэтому за подробностями обратитесь к голему перед пропеллером. То есть к вот этому, да? Можно было сразу к нему подойти. Плоты для переправы на ту сторону повреждены. Обычно мы перевозим на них ресурсы. Но сейчас вся работа остановилась. Единственный положительный момент. Механизмы Заная уцелели. Что за механизмы? Вот как! Вы не слышали о механизмах Заная? Без них здесь никак не обойтись. Давайте я объясню. Вот этот зеленый предмет называется механизмом Заная. В данном случае это пропеллер. Он запускается от удара и создает поток ветра. Как видите, механизмы Заная очень полезны. Поэтому мы пользуемся разными механизмами Заная. В зависимости от назначения. Для работы с механизмами Заная требуется энергия. Необходим конденсатор. У меня есть такие конденсаторы. А, у вас уже есть. Я рад. На всякий случай я объясняю. Конденсаторы предоставляют энергию, необходимую для механизмов Заная. Когда механизмы Заная не используются, уровень энергии восстанавливается автоматически. Однако энергию стоит использовать разумно, чтобы она не закончилась в неподходящий момент. Объяснение вышло довольно длинное. А плот мы так себе и не сделали. В общем, механизмы Заная очень полезны. Используйте воображение, и вы научитесь применять их. Все ясно. Короче, в двух словах. Это батарейка, которая поможет нам запускать вот эти вот механизмы. Теперь, чтобы нам перебраться на ту сторону, нужно соорудить свой плот с этими механизмами. О, они спать легли. Ну, в принципе, тут уже все есть. Почему бы и не воспользоваться? Берем или не берем? Стойте! Это нужно нам самим. Но себе вы можете взять все, что лежит дальше на берегу. О, капец. Как тут отдыхать спокойно, когда такое происходит? Да, действительно. Из-под носа чуть у вас бревесину не утащил. Бревесину. Зельда плохо сказывается на мозгах. Все объединяем. Древесину и бревно. Получилась бревесина. Так, ну что, значит, вот эти вот можно брать. Давай-ка мы сейчас крутое что-нибудь сделаем. Повыше можно? Шлепнуть. Вот. Теперь вот это. Хочу, знаешь, что-нибудь типа... Типа... Вот такого сделать. Во. Отлично. Мы еще сейчас бочки туда шлепнем. Сзади вот так вот сверху. Хопа. Ну вот уже что-то похожее на лодку, да? Опля. Немножечко кривовато, но ладно. Блин, эти сопли все портят. Всю мою работу. Дальше двигатели теперь уже крепим. Двигатель нужно развернуть, иначе так не прокатит. Крепим его к бочке. Вот. И еще один спереди у нас был. Вот так вот. Отличная тачка получилась. Я бы еще спереди, знаешь, это... Вот такую вот штуку поставил. Лобовое стекло, чтобы брызги не летели. Конечно, не очень вышло. Ладно, все, настало время спускать эту технику на воду и тестировать. Посмотрим, как она прет. Наша новая лодка. Чуть-чуть не утонула. Чуть не утопил свою развалюху. Аккуратно, надо же быть. И запускаем двигатель. Только нас как-то не в ту сторону вообще. Мы вообще не в ту сторону. Поехали, мы едем. Но не в ту сторону, к сожалению. Как-нибудь можно я... Так. А можно один двигатель как-то включить, а не у оба? Не, они оба все равно включаются. Ладно, будем плыть вдоль... Вдоль вот этой вот непонятной конструкции. Ладно, чтобы у меня батарейки не сели. Я плыву, плыву, плыву. Ладно, мы приплыли. Так, чтобы батарейки не садились, выключаем все это дело. Сколько тут... Бодро лук, ништяк. Забираем тебя. Слушай, я тут подумал, а что если мы на меч попробуем прикрепить вазу? Это же реально можно сделать. Смотри. И она сейчас, по идее, должна сломаться об ящик. А если мы ящик прикрепим к мечу? Во! Ну-ка. Ну, это плохо работает. Плохо. Давай уж ящик сломаем. Так, я думал, что ящик, который на мече, быстрее сломается. Ну, видишь, как вышло. Эй, консьержка! Чё расскажешь? О, вы направляетесь в эту сторону? В такой час? А чё это смущает-то? Это труднопроходимая горная дорога. Для такой местности необходима подготовка. Я же даю путникам краткий инструктаж по восхождению по таким дорогам. Вы тоже хотите его послушать? Ну, давай послушаю. Что ж, чтобы покорить эту горную дорогу, нужно обязательно уметь разводить костёр. Тогда вы сможете согреться или приготовить себе еду. А, ну, это я всё умею. И готовить, и разводить костёр, так что я пошёл. Если вам понадобится инструктаж, я всегда буду здесь. Нет, спасибо. Ну, на самом-то деле, на самом-то деле, я уже подзабыл, как разводить костёр. Поэтому давай мы сейчас с тобой что-нибудь попробуем. Вот у меня есть. Взять в руки. Вот, кидаем сюда. А теперь берём кремний. Взять в руки. И кидаем его тоже сюда. И всё, что мне нужно, это просто ударить мечом. Если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться, я уже забыл, как это делать. Во, да. Ай, убери меч. Меч, меч, меч. Я всё вспомнил. Поэтому можно бежать по горной дороге. В надежде увидеть что-нибудь интересное. О, конечно же, я увидел. Слизню. И вот тут вот ямку увидел. Сейчас мы попробуем сломать. Прыжок и удар. Ого. Вот это я свалился. Сколько здесь консьержев поломанных. Энергозанар. Бегаю тут, собираю себе всякие штуки. А тут вон чё. Обычно таких штук несколько. А тут всего одна. Это будет сейчас испытание. С лука пострелять, наверное, надо будет, да? Давай, погнали. Корокс. Ура, ты меня нашёл. Вот так сюрприз. Ты не эсту. Значит, ты меня видишь, да? Я корок лесной дух. Кстати, если встретишь эсту, отдай ему вот это. Корокская семечка. Мои друзья прячутся повсюду. Увидишь какое-нибудь подозрительное место, хорошенько его осмотри. Ладно, благодарю за семечко. А эсту я обязательно встречу. Вылазим теперь отсюда. Продолжаем восхождение по горной дороге. Опа, приветики. Какой жирный. Ты посмотри, какой жирный. Давай я в него в ничкину. Блин, не в того. Чёрт возьми. Готов. Сколько чучи вывалилось. Ну, всё, я поднялся по этой дороге и нашёл здесь шахту с вагонетками. Возле которых лежит куча пропеллеров. Я уже догадываюсь, что нужно сделать. Тут, кстати, костерок небольшой есть с кремнием. Так, так, так. А там у нас кто? Где там мои самые наводящиеся стрелы? Жалко, их маловато. Виу. Есть попадание. Ещё разок. Обожаю это делать. А теперь давай-ка мы немножечко подожгём их. Хотя они как роботы, поэтому я думаю, что им пофиг. Ух, как вам там горячо-то хорошо. Хорошо. Где лук ещё один? У меня же их несколько было. Давай-ка подожжём ещё одного. Ловите. Загорелся. Ну, слушай, этот что-то как-то не очень горит. Давай ещё разок. На. Горишь? Ну, так себе он горит. Ладно, пойдём в рукопашечку. Я кунг-фу. Я пришёл. Что ты делаешь? Э, Рок, нельзя цеплять. Он взял и сделал такое же оружие, как у меня. Опа. Ого. Вот это мне досталось. Где там у меня кулинария моя высшая? Давай съедим грибочки. Так, я что-то как-то передумал к нему подходить поближе. С таким-то оружием. Ууу, мимо. Да, блин, ещё ящиком прилетело. Так, уходим, уходим, уходим. Чтоб нам ещё что-нибудь не зарядили. Ёлки-палки, ты за мной бегаешь? Ладно. Он камень кидает. Готово, вырубил. Опасно было. Опасно было. Попал. Для торговли пойдёт. Предлагаю, короче, поставить вагонетку, прицепить к ней пропеллер. Тут, кстати, даже вот фонариса есть. Рудниковая пещера. Намёк на фонарису, типа, возьми её и прикрепи к вагонетке. А я что, я, наверное, так и сделаю. Своего рода фонарь будет. Вагонетка поставлена. И теперь пропеллер. Вот так вот. Фонарь сейчас мы организуем. Посмотрим, как эта фонариса работает. Так. Вот прям по центру фонарик нам. В смысле, а где? Эй! Он пролетел мимо вагонетки и прицепился сюда. Давай я сейчас залезу и внутри попробую это сделать. Ещё раз. Во! Вот так-то лучше. Всё, мы поехали. Ю-ху! Мы едем, едем, едем. Пещерные дела. Так, понятно, приехали. О! Пополняем фонарики. Добрый вечер, добрый день. В этой пещере, в отличие от многих других, очень темно. Если вы собираетесь в шахту, вам нужен источник света. У вас есть семечки фонариса с собой? У меня их полно. Это радует. Если вы намерены продолжить путь, вам нужно осветить себе дорогу. И обязательно смотрите под ноги. Берём, значит, семечек фонариса и к потолку шлёпнем. Будет у нас такая люстра, которая осветит всё-всё-всё. Вот так вот. Вижу, что можно поломать. Светится ещё так. Здесь, наверное, тоже сейчас шлёпнем фонарик к потолку. Пойдёт. А вот это давай сломаем. Как оно светится? Что ж там внутри? Чё это такое? Зонар. Этот минерал широко использовался в древности. Он служил источником энергии. А в обработанном виде материалом для оружия и доспехов. Ммм, вон он чё. То есть из этой штуки можно, в принципе, и оружие какое-нибудь смастерить, да? О, да здесь этой руды просто навалом, смотри. Чё это вы тут делаете, ребят? Какого стемно-то. Давайте-ка я освещение вам замучу. Вы меня потом поблагодарите попозже. О, у тебя тут зонар есть. Можно я заберу? Ой-ой-ой. Голем-алхимик. Это зонары, которые я собираюсь перерабатывать. К сожалению, я не смогу вам их отдать. Зонары? Что, вы ещё не знаете о них? Это зонары. Я говорил о них. Когда ты говорил? Ты со мной первый раз общаешься. Этот особый ресурс добывает в недрах земли. У нас на острове их тоже можно найти. Но только здесь, в этой пещере. Наша цивилизация процветала, перерабатывая их в другие материалы. Перерабатывают? Переработка заключается в плавке зонаров в печи и получении из них нужного материала. Кстати, очередная партия материалов вот-вот будет готова. Минутку. Спасибо, что подождали. Позвольте объяснить, какие материалы можно получить благодаря переработке. Энергозонар – источник энергии для устройств зонаи. А также зонарокристаллы – источники энергии в кристаллизированной форме. Получение других материалов из зонаров и называется переработкой. Энергозонар. Для чего он? Это то, что питает энергией механизмы зонаи, а также нас, големов. С его помощью можно восполнить уровень энергии в конденсаторе. А, то есть батарейки мои, которые на поясе висят. А расскажи про зонарокристаллы чуть-таки. Зонарокристаллы – это энергозонары в кристаллизированной форме. В основном они используются как материал для изготовления конденсаторов. Я расставил все свои перерабатанные материалы вон там. Посмотрите, может быть, вам что-то приглядится. Конечно же, конечно же, приглядится. Вот, короче, зонарокристаллы, как он сказал, они нужны для конденсаторов. Тут вот даже написано, вроде бы, применяется для увеличения емкости конденсаторов. Давай мы их обменяем. Возьмем, ну, не знаю, штук 5. Для этого нужно отдать 15 зонаров. А у меня их 31. Давай, короче, возьмем 5. 5, верно? Да-да-да. Благодарю. Нифига себе, я у него почти все кристаллы скупил, половину. Так, а вот эти вот энергозонары, у меня их, в принципе, дофига. У меня их 22 штучки. Так что в них, как бы, я не нуждаюсь. Чувак, ты тоже тут долбишь руду? Давай я помогу тебе. Я буду защищаться. Да я тебе просто руду помог разбомбить. Ух ты, а вот это что у тебя за шарики такие? На глаза похожие. Это вагонеточный парк. Если вам нужно перевести добытые ресурсы, это можно сделать здесь. А вы не забыли капсулы Заная? Что такое капсулы Заная? Значит, забыли. Ясно. Хотя вы вообще знаете, о чем я. Капсулы Заная очень удобные. Это переносные механизмы Заная. Поскольку у вас их нет, я одолжу вам парочку из своих запасов. Пропеллер. Три штуки. А, все понятно. Карманные пропеллеры. Я их в любой момент могу из кармана достать и соорудить какую-нибудь машину. Это круто. И помните, если достать капсулу Заная из сумки, ее больше нельзя будет положить обратно. Вот сейчас мы как раз капсулу-то и заюзаем, потому что мне теперь надо подняться наверх. И нам как раз понадобятся пропеллеры. Шлеп. Теперь берем капсулу. Вот она. А, она не берется. Ее нужно бросить. Вот мы ее бросили. Берем и крепим. Вот. Вот. Вон туда. Только надо развернуть. Кривенько как-то вышло. Очень кривенько. Ну давай посмотрим, сможет ли нас эта тележка поднять. Поехали. Ага. Нет, она не сможет нас поднять. А как насчет моего парусника? Не, бесполезняк. Давай просто тележку передвинем и все. Кстати, она там немножечко застопорилась, поэтому я думаю, что сейчас мы должны поехать. Давай. Во-во-во-во. Работает, работает. Искрится, колеса, дымится. О, а вот и Рауру. Все, тормози. Рауру, дарова. Часовой колокол храма времени бьет в одно и то же время утром и вечером. Мы и големы просыпались и засыпали под его песню. Он также использовался в церемониях, которые мы унаследовали от предков. Его звон, сердцебиение этого места. Столько всего вспоминается, когда смотрю на храм и слушаю звук этого колокола. Ну да, храм, конечно, у вас четкий был. На пирамиду перевернутый похож. А это что такое? О, автомат с жвачками, что ли. По крайней мере, похож на него. Давай-ка спросим, что это за вещь. Подтверждаю работу конвертария. Объемы производства капсул Заная соответствуют плану на сегодня. Вам нужен конвертарий? Я уже почти выполнил план, так что можете пользоваться. Че такое конвертарий? Конвентарий – устройство, производящее механизмы Заная из определенных ресурсов. Для переработки подходят такие материалы, как рога боевых големов и энергозанары. Чтобы начать переработку, возьмите материалы в руки и бросьте их в чашу. Как если бы вы готовили еду в казане. Ну давай попробуем. Значит, он сказал, нужно взять рога големов. Вот, берем. Энергозанары. Тоже два штуки возьмем. И посмотрим, что из этого выйдет. Кидаем. Блин, капец. Это реально как автомат. Знаешь, в каких-нибудь поликлиниках, где в капсулах игрушечки маленькие. Или там эти каучуковые мяечки. Вот то же самое. Это что такое? Переносной казан. Ух ты, крутяк. То есть там не только механизмы, но и казаны можно таскать. Шикарно. Огнемет. Механизм Занай, выпускающий вперед струю огня. То есть, да еще машину можно замутить. Слушай, а что если мы сюда положим, допустим, вот, чучу и, ну, давай, гриб и дрова, допустим. Это что будет вообще? Мне вот дико интересно. Обратно выкинул. Все ясно. Машину не обманешь. Встретил еще одного корока с огромной сумкой. Короче, он также хочет добраться до друга, который вон там зеленый дым пускает. Перетащим нашу чудесно-кривопропеллерную вагонетку. И прикрепим тебя к ней. Поверь, тебе будет весело. Короче, смотри. Беру и использую эту штуку. И у меня батарейка еще дополнительная появилась. Прикол, да? Но на поясе до сих пор висит одна. То есть у меня механизм теперь может работать в два раза дольше. Ладно, поехали. Отвезем этого корока. Бжух, поехали с ветерком. Да, поехали. Выключаем. Все, прибыли. Вот твой друг. Спасибо, что привел моего друга. Семечки коней. Мне теперь от этих ребят нужно наверх подняться. Вот здесь. И знаешь, что я думаю? Поскольку тут рельса одна сломана, я хочу поэкспериментировать. Смогу ли я подняться по ней своими ногами, пешком? То есть аккуратненько вот так вот подняться. Это реально вообще? В принципе, да. То есть я хожу по ним, по этим рельсам. Так что почему бы не подняться на своих двух? Цирковое представление, блин. Знаешь, как очково? Внизу-то пропасть, елки-палки. Если я упаду, я упаду в бездну. Ноги трясутся, капец. Зачем я все это затеял? Я почти дошел. Вырубаем нитро и прыжок. Ух! Я прошел эту пропасть. Ты посмотри, сколько здесь идти. Офигеть! И без всяких вагонеток. И все, ради чего я сюда перся, это какой-то сундук, в котором лежит переносной казан. Ну, капец. Ну, теперь надо отсюда слазить. И самый простой вариант это нырнуть карасям. Опять спрыгнул, не очень круто. Карасик, карасик, карасик. Хватай его, карасик. Давай! Е-е-е. Я не знаю, почему я их называю карасями. Просто рыба какая-то. Так, у нас здесь есть платформа левитирующая. Для чего? Чтобы спуститься вниз? Или попасть вон к той башне? Какая она странная. Давай, короче, мы ее подвинем вот сюда, к краю. Потому что я не совсем понимаю, куда еще можно пришпандуить. Но вроде бы как сюда она подходит. Давай возьмем разгончик и шлепнем. Опа! И... Опа! И энергия кончилась. И что мы тут имеем? Чего мы тут вообще забыли? Возле... Возле вот этой штуки. Поближе к ней подойти? Она круг навернула. Побежали, побежали, побежали. Блока голем ПГ-1! Ты чего такой здоровый? Он еще и трансформировался. Уху-ху-ху-ху! Нифига себе! Вот это он меня вжарил! Опасная штучка! Что это за трансформер, блин? Пойдем пока в эту пещеру сходим, а потом вон туда, в снежный биом. Я тут перчики увидел. Жгучий перец. Кстати, благодаря этому перцу мы сможем не замерзнуть. Привет! Послушайте, на заснеженной горе, куда ведет эта пещера, очень холодно. У вас есть защита от холода? Да, я сейчас приготовлю крутое блюдо из перчиков. Рад слышать, холод может быть губительным. Готовим блюдо. Значит, берем перец, гриб и яблоко. Ну вот, защита от холода на 3 минуты 30 секунд. Шикарно! Мне таких блюд, пожалуйста, 3 штуки. Ну все, с блюдами закончили. О, летучие мыши! Мышуни! Мне нужны ваши глазки. Они очень полезны. Ого, сколько там мышек-то! Нет, мы туда не будем... Это выход. Мы туда не будем сейчас идти, потому что здесь есть еще вот эта вот пещерочка. Разветвление. Спустимся сюда, посмотрим, что у нас тут. О, привет! Так, глаза, 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 глаза. Хоп, шлеп. Готово. И еще один. Где жаба маленькая? Появится, не появится? Вот теперь появится, наверное. Давай, жаба маленькая. Да, блин, жабы маленькой нет. Вот. А, прикинь! В нее, короче, этот глаз не может стрелять. Хотя я выпустил ровно тогда стрелу, когда появился этот маленький пушной зверек. Ну ладно. Хоть глаз остался. Здесь еще проход есть. Ну, ничего себе. Но его так просто не взять. Мне нужно модифицировать какую-нибудь дубину. Вот, а теперь... О-о-о-о, прикинь! Бодрый сверчок у меня под ногами был. О, теперь другой разговор. А, вот я куда вышел. Вернулся в самое начало. Ну что, где эти летучие мышки? Я готов. Я готов. Во все оружие. Стало холодно. Сейчас. Затестируем наше новое блюдо. Смотри, как коленки трясутся. Хаваем блюдо. И нам хорошечно. Можно даже два съесть. Хотя защита от холода как была 3.30, так и осталась. Походу зря я это сделал. Ладно, сготовлю еще потом блюдо. Казан-то переносной у меня с собой. Так что мне не страшно. Вижу, тут какие-то кубики. А, подожди! Это же корокская тема. Сейчас я птичку шлепну, потому что филешечку хочется. Спасибо за мясо. В здешней местности это очень пригодится. Так, короче, мы сейчас будем корока вызывать. Надо просто грамотно поставить эту штучку и, в принципе, все. Вот так вот надо сделать. И поставить ее сюда. Во! Ура! Ты меня нашел! Ладно, пошевелили своими ляжками. Да как можно шустрее. А то замерзнуть можно тут. О, а там что за цветочек? Пойдем-ка поднимемся за ним. Одуванчик! Круто! Наверное, нужно с него сдуть. Все. Где моя вот эта палка-махалка? Блин, 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 блин. Теперь его поймать надо. Кажется, поймал. Да, были еще одно корокское семечко. Шикарно. А вот и Рауру. Смотри, какой я сильный. Ладно, я пошутил. Что хочешь сказать мне? Похоже, что големы-солдаты и големы-капитаны все еще доблестно защищаются от времени. Я очень сожалею, что они стали для тебя угрозой. Но чтобы защитить наши земли, нам нужны были неутомимые бойцы. Да ладно, подумаешь. Я сейчас с ними на раз-два разберусь-то. Так, я сейчас возьму и подожгу их. Пускай они прогреются. Опля. И добивающий. У него, кстати, палка шикарная. А у тебя дубина. Сейчас я ее свистну. Вот у него нет оружия у тебя. Ой-ой-ой, дубину-то возьми его. Сейчас мы его замотаем. Подойдешь поближе? Ба! Мне нужен твой рог. Ладно, давай выбросим эту палку. А копье возьмем. И сделаем из него капитанское копье. Вот так вот. Ух, какое острое. А я уже подмерз. Съедаем согревающее блюдо. И изготовим сейчас еще одно. Кстати, что если я приготовлю из трех перцев блюдо? Что получится? А ничего не получилось. Потому что надо разжечь костер. Бросаем к низу кремний. Во! Можно даже сразу выбрать блюдо. Но у меня не хватает материалов под него. Поэтому просто варим три перца. Так и назову. Бульон три перца. Острый вареный перец. На 7.30 дает мне согревающего эффекта. Кстати. Тут же в почете еще сноубординг. Как насчет покататься? Погнали! Уху! Е-е-е-е! Только как-то тут очень опасно, куда я приехал. Спрыгиваем. Стой, 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 стой. Тормози, тормози, тормози. Чуть не улетел нафиг. Беру свое мощное копье. И пойдем разбираться с капитаном. Пока он разбирается. Ничего себе, ты видел, что он сделал? У него крутое оружие. Дружочек, поделись. Поделись со своим огнеметом. Я тоже, в принципе, могу такое сделать, но не хочется тратить свои ресурсы. Так, ты только не упади. Только не упади, пожалуйста. Опа, прыжок. Но это нас не сильно спасло. Горячо, 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 горячо. Я сдох. Ладно, попыточка номер два. Попробую напасть на него вместе с ледяным чуча. Чуча, чуча, чуча. Ах ты. А если вот так вот я в прыжке? Да хватит уже огнем меня плевать. Что, сдох? Ух, получилось. Ничего себе, что тут происходит. Так, я закоченел. Давай-ка. Ой, слава богу. Белое желе чучу. И вот эту штучку надо взять. Огнем мета-палится. Будем тут всех поджигать. Вон, например, сейчас на вот этом попробуем. У-у-у, круто. Огненная вертушечка была. Ну что, я теперь в пещеру? Здесь всякое должно быть потеплее. Открытие. Бездонная пещера. И смотри, кого я там заметил. Кого я там увидел, а? Эй, спускайся. Жабка. Ты спрыгнешь вниз или нет? Ладно. Воспользуемся глазиком. Здесь он у меня еще остался. А он остался последний как раз. Где-то есть там. Готово. Блин. Хотел поджечь его, этого зайца мелкого, но не получилось опять. А это что такое у нас? Бомба-цвет. Взрывается от удар оттоком или при воздействии огня. Ого-го. Вот тебе и бомбардировка подъехала, шикардос. Я там такую штуку нашел. Смотри. Офигеть, да? Давай-ка мы ее бомбанем нашим бомба-цветом. По крайней мере попробуем. Зажглось. Бабах. Ладно, попыточка номер два. Хопа. Он вытащил свой фрукт. И по нему... Да блин. Не успеваешь. Опа-на. Получилось. Кажется, бежим, 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 бежим. Ой, теперь надо увиливать отсюда, а то меня сожрут нафиг. Так, понятно, как их надо действовать. А бомба-цвета у меня больше нет. Это печаль. Зато есть у меня... Вот эти вот штучки. Погорим? Есть. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Блин, оружие сломалось. Ну, вообще шикарно. Так-так-так-так-так-так. Заряжаем. Снаряд. Котов. Что, все? Сдох. Ю-ху. О, он еще и сундук сожрал. Безуар щитаеда. Это щитаед, затвердевший сгусток инородной субстанции из желудка щитаеда. Из него получается отменное зелье. Хо-хо. Не хотелось бы мне зелье варить из этой субстанции. И что же он сожрал в сундуке? Опал. Ну, теперь знаем, как с щитаедом бороться. А я продолжаю восхождение наверх. О, еще один. Ёлки. Предлагаю поближе к нему подойти. И опять так же, по той же схеме. Не достал, прикинь. Не достал. Ой-ой, а что ты будешь делать? Он что-то стреляет чем-то или как? Так. Значит, будем с луком его. Почти. Палка сломалась. Практически. Готов. Наш маленький. Как сундук-то вывалился. И тоже опал. А здесь что он охранял? Огнемет. Кстати, вот еще один огнемет валяется. Можно было им воспользоваться. И проще было бы убить этого щитаеда. Ну, а мы вроде бы как выбрали. Снова холод. Походу, пришло время достать походный казан. Потому что нужно сготовить что-нибудь. В этот раз пять перцев сготовим. Отлично. На 12 и 30 секунд. Вообще шикардос. Едим. И так-то лучше. Ух ты. Ходил, бородил, сундук нашел. Замерзший. Сейчас мы его разогреем. Или не разогреем. Я, кстати, только сейчас заметил, когда я использую огнемет, у меня тратится батарейка. Вообще бесполезняк. Давай тогда костер попробуем развести здесь. Может, это поможет. А, так а что я туплю? Может, его достать просто надо из-под снега? Вот, действительно, его просто нужно было достать. Эх, зря только дрова перевел. Хотел, короче, забраться наверх. Но мне сказали, не, парни, что так не прокатит, потому что по мокрым и скользким поверхностям ты карабкаться не можешь. Я такой, окей. Я тогда сейчас сделаю мостик. Просто возьму, срублю здесь деревья и скрафчу себе мост. Надо на конце сделать крючок. Типа такого что-то. Опаньки! И ток не упади, ток не упади. Ток держись, ток держись. Так, попробуем по этому вскарабкаться. Можно? Можно! Отлично! Не совсем мостик получился, но тоже пойдет. Так, ребята, чё вы тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот тут я взобрался, так взобрался. Попробую их же оружием, огнеметом. Или чё? Где мои бомбострелы? Они остались у меня? Или давай их лучше заморозим? Действительно. Мы их лучше заморозим. Один замерз. Блин. Не успею, что ли? И этот тоже замерз. А теперь разогреем их хорошенечко. Опа! Сломал свой огнемет. Ну ладно, давай теперь с этим разберемся. Который еще стоит во льду. Погнали! Всю мощь! Оу! Нет, ты не успеешь ничего сделать. Сейчас забрал. О, смотри, какие штуки тут стоят. Их же можно забрать, да? Понятно. Поскольку я свое оружие потерял, давай-ка мы закрафтим себе новый огнемет. Вот и все. Ну-ка, работает. А теперь можно смотреть, что в сундуке. Ну что, давай отсюда спрыгнуть попробуем. Вот так вот. У-у-у! Вот и все. Тормозим. Я, пожалуй, заберу свою самоделку. Она мне еще очень пригодится сейчас. Вот так вот шлепнем, посмотрим, не упадет ли она. Держится. Вот и шикарно. Ну вот я и наверху. А здесь меня поджидает последняя пещера. И что же она преподнесет нам, какую силу, ты узнаешь в следующей серии. Так что, если тебе понравилось, то ты знаешь, что надо сделать. Поставить лайк, подписаться, оставить комментик. И тогда мы вновь увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи!